Девчонки, всем привет! Меня зовут Лера. Сегодня в этом видео я хочу поделиться с вами небольшими советами, как нанести автозагар ровно, как подготовить кожу, как избежать разводов. Конечно же, я поделюсь своими секретами, мы с вами разберем самые распространенные ошибки, чтобы у вас в итоге получился ровный, красивый, естественный загар, как после отдыха на море, чтобы избежать вот этой оранжевой курочки гриль. Так что, если вам интересна эта тема, то продолжайте смотреть. Сейчас многие девушки, в том числе и я, дают предпочтение именно данному виду загара, нежели, например, загару солярий, потому что данный способ безопаснее, он подходит для чувствительной кожи. Самое главное, подобрать качественный, хороший автозагар, правильный оттенок, чтобы он бы подошел. Я сегодня покажу вам один, которым пользуюсь именно я, но это не значит, что он один из самых лучших, это просто тот, который мне подошел. Я вот сразу скажу, что в этом видео не будет никакой рекламы, тут только моя личная рекомендация, потому что вы очень просили, чтобы я сняла такое подробное видео. Итак, вначале я хочу все-таки обозначить различия бронзатов для тела и автозагаров. Что такое бронзаты для тела? Это такие тонирующие лосьоны, часто бывают с блесточками на лето, которые дают именно визуальный такой эффект и смывают, собственно, как и макияж с лица вечером под душем. То есть он не долговечен, это только такой визуальный эффект, можно его нанести на ножки перед выходом в свет, например, если у вас открытое платье. Но чем чреват такие бронзаты для тела, тем, что они могут очень сильно отпечатываться на одежде, оставляют следы. И также, если вдруг пойдет дождь, не удивляйтесь, если ваш бронзат немножко потечет. Со мной тоже были такие казусы, поэтому подобные бронзаты для тела подойдут, если вам нужен быстрый и недолгий эффект. А вот под воздействием автозагара тут уже кожа сама самостоятельно меняет цвет благодаря особому веществу, который присутствует во всех автозагарах, который чаще всего имеет вот этот иногда неприятный запах. Мне, кстати, никогда не напрягал запах автозагара, тут тоже все индивидуально. И вот именно благодаря данному веществу наша кожа начинает вырабатывать меланин, то есть загар. Одно из самых главных правил при нанесении автозагара, про которое вы ни в коем случае не должны забывать, это подготовка кожи. Итак, первый шаг, что нужно сделать, мы с вами идем в душ и начинаем хорошенько скрабировать кожу. Можно использовать скраб. Я люблю использовать перчаточки, знаете, которые такие варежечки, хорошо прям все тело, прям скрабирую, убираю. Могу использовать щетку для массажа, особенно я ее использую. На ногах та самая щетка для сухого массажа прекрасно отшелушивает, убирает тоже ороговешие частички, кожа становится мягкой. Обязательно все вот это вот шуркаемся, смываем всю грязь, не забываем про шею, про зону декольте, потому что самые проблемные участки это шея, именно кисти, стопы, колени и локти. Но про них мы с вами поговорим чуть позже. Так вот, после того, как мы с вами сходили в душ, хорошенько отскрабировали кожу, не забудьте, пожалуйста, удалить все нежелательные волоски, а именно это касается голени. Потому что, если там будет не так гладко, автозагар тоже может зацепиться. И еще один очень важный момент, я думаю, многие из вас сталкивались с такой проблемой, когда вы наносите автозагар, только выйдя из душа, и у вас потом появляются такие черные точки на местах, где либо были волоски, либо где они остались. Так вот, чтобы избежать вот этих черных точек на ногах, нужно подождать как минимум час, чтобы наши поры после ванны закрылись. Потому что, когда мы в душе, горячая вода, мы все шуркаемся, поры раскрываются, и потом в эти открытые поры, особенно на ногах, если забьется автозагар, у вас будут эти дурацкие точки. Для меня это было в какой-то момент открытием, поэтому я этим делюсь также и с вами. Никогда не наносим автозагар в ванной, особенно сразу после душа, потому что вы еще немножко вспотели, где-то все равно кожа не до конца высохла. То есть из-за этой влажности как раз-таки автозагар тоже может давать подтеки, какие-то неровности. Обязательно все это фиксируйте, это те самые распространенные ошибки. Также данная пауза перед нанесением после душа нужна для того, чтобы прошло раздражение. Если вдруг у вас бывает такое, что после бритья есть раздражение, тоже не наносите автозагар сразу. Тоже такой небольшой лайфхак, которым я пользуюсь, как я вам уже говорила, про самые проблемные места. Им нужно уделять особое внимание, потому что там автозагар всегда проявляется ярче, ложится он всегда там, практически всегда. Да, если вы уже не супер мастер нанесения автозагара, все равно даже у меня эти участки, я честно скажу, я тут не идеально наношу автозагар, у меня действительно бывают косяки. Бывают, когда я задумаюсь и нанесу там слишком много, либо забуду вообще про этот участок. То есть я тоже живая, у меня тоже бывают косяки. Если мы с вами говорим про наши локти, про наши колени, ступни, я после душа, когда я вышла, я беру нежирный крем без содержания масел. И именно на данной области, а именно стопы, кисти, локти, колени, я обязательно наношу тоненький слой крема. Для чего я это делаю? Для того, чтобы когда я буду наносить автозагар, в этой области он лег не так ярко. Он будет ложиться намного мягче, у вас не будет резкого перехода. Вы знаете, когда колени черные, а ноги так, ну, чуть-чуть загорелые. Поэтому тоже попробуйте где-то за 30 минут нанести тоненьким слоем легкий слой крема. И также, что важно, мы наносим на данные участки автозагар в самую последнюю очередь. И наносим, знаете, прям остатками, сварежечки, что там осталось, совсем чуть-чуть. Никогда не наносите полноценно, потому что очень сложно все это хорошенько проработать. И из-за того, что эти участки очень сухие, они быстро все впитывают, и получается, что весь пигмент он остается. То же самое, кстати, касается шеи. Шею тоже можно увлажнить за 20-30 минут перед нанесением автозагара. Лучше вообще днем сходить в душ, сделать все свои дела, и вечером уже перед сном делать данную процедуру. Я обычно наношу автозагар на ночь, потому что мне так удобнее. Я наношу с вечера, утром просыпаюсь, иду в душ, смываю из себя все остатки автозагара, и все у меня, все красиво. За 8 часов я получаю нужный мне оттенок. Еще одно важное правило, это наносить автозагар при большом зеркале, я надеюсь, что у вас такое есть, и также при хорошем освещении. Потому что если будет плохое освещение, вы ничего не увидите, где-то нанесете больше, где-то нанесете меньше, у вас будут разводы. Плюс, и личный совет от меня, тут уже каждый выбирает индивидуально, мне больше всего нравятся автозагары, которые уже изначально идут с оттенком. Я пробовала у одного бренда как бесцветный автозагар, так и с цветом, то есть я наношу, и сразу же вижу вот этот такой едва-коричневатый оттенок. Это в тысячу раз упрощает задачу и конечный результат, потому что я вот распределяю автозагар, и вижу, ага, вот здесь я нанесла чуть больше, а здесь у меня осталась светлая зона. Я наношу еще, хорошенько растушевываю все переходы, то есть мы все с вами делаем такими легкими круговыми движениями, никаких резких. движений и двигаемся снизу вверх. Вначале ноги, бедра, попа, живот, грудь, спина и потом руки. По поводу спины, это отдельная, конечно, история. Я уже приноровилась наносить автозагар сама. Я, конечно, корячусь, это то еще зрелище, как я там пытаюсь вот это все вот разными сторонами. Честно, неудобно наносить автозагар на спину, поэтому если у вас есть муж, если у вас есть там с кем вы живете дома, попросите, чтобы он вам или мама, подруга, сестра помогла нанести на спину. Это будет, конечно, намного быстрее. Но, честно скажу, со временем вы привыкнете наносить автозагар сама. Сложно, корячишься, но что поделаешь, если хочется ровного загара, приходится и к этому всему привыкать. Ну и, конечно же, не забывайте наносить автозагар локально на каждую зону. То есть сначала идет правая голень, потом, допустим, ведро, потом левая голень, потом ведро. Потому что автозагар очень быстро схватывается, вам нужно работать быстро и все это быстро растушевывать. Не так, чтобы вы вот нанесли эту пенку, так вот сделали, провели какой-нибудь, знаю, там, штрешок и что-то отвлеклись на что-то. Нет, тут все сразу быстро, раз, 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 даже не тональный, он схватывается в тысячу раз быстрее. Вот если вы занимаетесь автозагаром, выделите время, 15-20 минут. В первое время можете 30 минут выделить, чтобы спокойно все это сделать. Потому что от того, как вы будете растушевывать вот эти вот круговые движения, это и будет залогом вашего успеха. И опять же, повторюсь, что для меня очень важно видеть, куда я наношу автозагар. Потому что когда я наносила бесцветный автозагар, ну, как бы тут вот я на свою интуицию. Я хоть и не первый раз его наносила, но, честно скажу, что у меня были разводы, да, у меня были пятнышки. Поэтому, если вы только начинаете, возьмите светленький автозагар, light, medium, никогда не берите dark, особенно если вы очень светлый. Или только-только начинаете им пользоваться. Нанесите чуть-чуть, попробуйте слегка. И обязательно берите автозагар с оттенком. Еще немножко уделю внимание проблемным зонам. Я это мало встречала в видео, которые я смотрела на ютубе. Так вот, чтобы ровно нанести автозагар на наши кисти, рук, согните их как будто в зону кошачьей лапки. То есть нам нужно как следует вытянуть эти зоны и растянуть, чтобы прям все складочки, прям вот хорошенько все это распределяйте. Обязательно снимайте кольца. Все это прям хорошенько вот так вот остаточками. Вдруг вы наносите и случайно залезли на кутикулу, на ногти, на маникюрный педикюр, удалите излишки ватной палочкой. У меня есть тоже отдельный удалитель загара. Я тоже считаю, что на начальном этапе, если вы все-таки боитесь, что где-то что-то куда-то залезете не туда, купите себе удалитель автозагара. Обычно те же самые бренды предоставляют как сам автозагар, так и удалитель автозагара. То есть если я там задумалась, замечталась, нанесла на руки, не увидела и смотрю, у меня там где-то какое-нибудь пятно, я беру, просто прохожусь, у меня его нет. То есть это такой тоже небольшой лайфхак. И самое главное правило, девчонки, вы старайтесь реально наносить автозагар на ночь. И все свои бьюти-процедуры, все свои умывания, все свои там все-все-все мы делаем до. Потому что сколько раз даже у меня было, что я забывалась, например, иду мыть посуду. И потом прихожу, утром точнее просыпаюсь, и у меня, знаете, такие прям подтеки на руках, потому что, ну, когда вы моете, вода немножко стекает, и автозагар тоже ложится неровно. Поэтому еще одно правило, мы избегаем воды. Как правило, автозагары сохнут быстро. Например, мне нравится формат мусса, а не лосьона, потому что лосьон, крем-автозагар, он обычно высыхает дольше. Мне нравится муссовый тип, я его нанесла, высохла, и обязательно будьте готовы к тому. Тоже часто получала от вас такие вопросы по поводу того, что, да, вы можете испачкать костельное белье, вы тоже должны быть к этому готовы. Есть, конечно, лайфхаки, что вы можете надеть какую-нибудь ночнушку, можно даже спать в закрытой ночнушке, но она должна быть очень свободной, очень мягко, какие-нибудь старые, ненужные, такие, знаете, ну, не прямо растянутые штаны, но какие-то свободные такие штанишки пижамные и какая-нибудь пижамная кофточка. Тогда, конечно, риск того, что вы запачкаете светлое постельное белье, будет минимальный. Но я, чтобы перестраховаться, если вдруг где-то у меня что-то не до конца высохло, вроде бы кажется, знаете, что кожа сухая, но все равно может отпечататься, я подкладываю просто либо полотенце, либо подкладываю какую-то дополнительную простынку, то есть это ок, к этому тоже должны вы просто быть готовыми. Потом одежду он не пачкает, потому что вот вы нанесли, вы смыли кожу у вас там за ночь, за 8 часов, за 6-8 часов выработала этот меланин, вы загорели, и все, и вы ходите, это как самый обычный загар после моря, у вас же загар от моря не пачкает одежду, нет, поэтому я и сказала вначале, отличать бронзаты и автозагары. Бронзаты, да, не всегда пачкают одежду, сколько я уже тоже белых своих, там даже кроссовки, если я наношу ноги, у меня вот белые кроссовки, бронзаты, они будут пачкать, автозагары нет, автозагары будут пачкать только в момент, когда вы их только-только наносите и высыхаете. Быстренько тоже покажу автозагар, которым я пользуюсь, который я могла бы вам порекомендовать. У меня это Saint Morris, мусс, муссовый автозагар, про который я говорила, вот такая вот удобная варежечка, это 5 в 1 тонирующий мусс, у меня уже оттенок dark, потому что я уже не светленькая, я уже накопила свой загар, если вы только начинаете загорать, возьмите у них оттенок medium, мне у них нравится абсолютно все, то, как наносится, впитывается, смывается, как будет смываться автозагар, тоже часто получала такие вопросы от вас, он будет смываться по мере того, как вы будете часто ходить в душ, как вы часто будете шоргаться. И обязательно не забывайте в период того, когда вы используете автозагар, обязательно увлажнять кожу. Конечно, все современные автозагары, они содержат какие-то увлажняющие компоненты, но, тем не менее, видимо, вот этот все-таки какой-то состав их особенный, он всегда сушит кожу. Это тоже нормально, просто увлажняйте, делайте приятную рутину вечером, наносите свой любимый вкусно пахнущий крем, у вас будет мягкая кожа, у вас она не будет сушиться, у вас будет лучше сходить автозагар, а если вы захотите, там, через 7 дней, поймаете, что он вам, ну, вы не захотите больше им пользоваться, точно так же хорошо скрабируем кожу, делаем пилинг, и автозагар сходит. Если все-таки мы поддерживаем сами автозагар, то я наношу тоже по мере необходимости, если я вижу, что он начинает смываться, это 5-7 дней, то есть каждые 5-7 дней я его наношу, тоже делаю снова пилинг, убираю все остатки, и наношу его заново вот этой вот варежечкой. Мне он очень нравится, на лицо я его не использую, потому что, ну, потому что мне неудобно. Я, как бы это ни было забавно, просыпаюсь со светленьким лицом, у меня темное тело, и я просто отбираю тональный под цвет кожи. Мне нравится на лицо использовать капли от Clorance. Я его смешиваю со своим кремом, он дает мне такой яркий эффект, как, например, вот этот вот мусс тонирующий, но мне этого достаточно. Кожа уже слегка загорелая, цвет лица выравнивается, он становится более загорелым, красивым. Опять же, повторюсь, что это не такой яркий эффект. Есть еще классные капли от James Reed, мне их тоже все время советует моя подруга, я их не пробовала, мне, например, подошли к Clorance, кому-то они не подходят. Тут, опять же, я повторюсь, что, девчонки, все, индивидуально выбирайте автозагары, те, которые вам нравятся, мне нравятся именно вот эти два, St. Morris и Clorance. Поэтому ваша задача просто подобрать удобный для себя вид автозагара, мусс, лосьон, масло, капли для загара, капли для загара тоже можно использовать на тело, есть спреи, автозагары. То есть просто выберите то, которое вам подойдет по цене, по нанесению. Конечно, придется попробовать, потестировать. Сейчас, благо, есть мы, блогеры, да, которые мы можем посоветовать вам различные автозагары. Вы посмотрите другие видео, что советуют другие девчонки. Я вам показала то, чем пользуюсь лично я. И просто пробуйте, наносите, экспериментируйте. Не старайтесь нанести его идеально. У вас первого раза не получится. Я тоже не старалась, хотя первый раз у меня получилось так ровно, что я была в шоке. Самое главное, не покупайте слины слишком дешевые, какие-то непонятные марки. Я знаю, что автозагар удав, многие девчонки советуют, я его не пробовала. Кто-то советует Джеймс Рид, кто-то советует Клоранс. Мне нравится Сент-Мористус Клоранс. И я надеюсь, что мои советы данного видео были вам полезны. Обязательно пишите в комментариях, если это видео вам полезно было. Если оно вам понравилось, отправляйте его подружкам, мамам. Мне будет очень неприятно, если вы напишите комментарий и поможете как-то продвигаться этому видео. Я всех вас целую и обнимаю. Спасибо большое, что были со мной. И задавайте внизу в комментарии, если вдруг я про что-то забыла, какие-то моменты я упустила, я с вами поболтаю с удовольствием в комментариях. И также напишите, каким вы подзагаром пользуетесь лично вы. Всех целую и обнимаю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok